Пострадавший в драке с маршрутчиком до сих пор не может получить всю выплату, назначенную судом. После конфликта на дороге водитель должен челябинцу, которого сделал инвалидом второй группы, 275 тысяч рублей. Но за два года выплатил лишь около 15 тысяч. Почему так долго и какие меры приняли судебные приставы, расскажет наш корреспондент. Виталий Меньшов после драки с водителем маршрутки стал инвалидом второй группы. В голове установлены костные пластины. И теперь, говорит мужчина, его мучают постоянные головные боли. Конфликт с маршрутчиком у Виталия случился здесь, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чечерина три года назад. Словесная перепалка переросла в драку. Водитель маршрутного такси вытащил меня с маршрутки и наносил удары вот на этом месте. И был решающий удар, когда я упал и уже встать не мог. То есть стал входить в кому. 41-летний Виталий Меньшов месяц пробыл в коме. А когда очнулся, узнал, что умерла мама. По словам родных Виталия, на фоне переживаний за него у пожилой женщины подкосилось здоровье. Эту боль мне не описать. Потому что я многое потерял за это время, как стал инвалидом. Ее просто не описать. Тем временем маршрутчика, который отправил Виталий в кому, нашли. А спустя год осудили. Его наказали одним годом принудительных работ. Также водитель должен выплатить Виталию 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще 25 тысяч за расходы на юриста. Впрочем, сам водитель маршрутки, несмотря на решение суда, все равно стоит на своем. Я руками не махал. Я даже не ругался с ними. Я попросил вежливо выйти с машины. И они пнули мне в живот. Вот только платить компенсацию он будет, видимо, еще лет 20. Каждый месяц на счет Виталия, который нуждается в лекарствах и не работает, осужденный перечисляет всего около тысячи рублей. А все потому, что официально маленькая зарплата. Я оплачиваю. Просто два месяца, по-моему, не оплачивал. Сами понимаете, сами видите, карантин. Я не работал. Я еле семью там кормил. Даже на работу не выходил. Никто не выходил на работу, сами понимаете. В данной ситуации пострадавшему имеет смысл проверить качество работы приставов. Для этого нужно ознакомиться с материалами исполнительного производства на предмет качества и объема мероприятий, которые выполнялись в целях взыскания долга. Впрочем, судебные приставы, говорят, делают все возможное, чтобы взыскать с должника всю сумму. Обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в кредитных организациях. Вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Необходимо также отметить, что весь комплекс мер будет применяться к должнику, пока полностью не будет погашена сумма задолженности. Виталий надеется, что 20 лет получать по одной тысяче ежемесячно не придется, и должник все же оплатит всю сумму.